Волга резко обмелела от Казани до Камышина Волга резко обмеление Куйбышского моря достигло серьезных масштабов. Больше всего пострадали несколько регионов – Саратовская, Тверская, Самарская области, Астрахань и Ульяновск. Наибольшего пика в соцсетях обсуждение обмеления Волги достигли в майские праздники. Ульяновские пользователи начали массово выкладывать фотографии за волжской части областного центра, где пляж расширился до 200-300 метров. Специалисты региона считают, что причиной падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище стали погодные условия и попуски воды. Да, действительно, с 21 апреля по 5 мая происходил спецпопуск воды в низовье реки Волги для наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы. Сброс в этот спецпопуск был установлен 23 тысячи кубических метров в секунду воды, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Главной причиной сброса столь большого объема воды из Куйбышевского водохранилища стал неверный расчет специалистов, отвечающих за водные ресурсы. В Ульяновске, как и соседних регионах, ожидался паводок из-за довольно снежной зимы. Однако зима была теплой, почва не промерзла и столь же теплой весной талые воды ушли в землю, не пополнив бассейн Волги. На данный момент времени происходит уменьшение сброса воды в низовье Волги. На сегодняшний день этот сброс составляет уже 6 тысяч кубов в секунду. При этом приток воды к нам до сих пор приходит в размере 12-14 тысяч. Поэтому получается у нас разница где-то 8 тысяч кубов. И на сегодняшний день у нас прирост за ту неделю произошел на 40 сантиметров. Ежедневно сантиметров по 6-10 в зависимости от погодных условий. Специалисты отмечают, что уровень воды в реке постепенно восстановится к началу середины июня, поскольку отметка каждый день повышается на несколько сантиметров. Особого ущерба природе столь резкое обмеление также не принесло. В мае температура воды была все еще низкой и неподходящей для нереста рыбы. На нерест рыбных биологических ресурсов как бы особо тоже не оказало влияния. Потому что когда произошел вот этот резкий сброс, рыба и вода была еще не прогрета до нормальных условий нереста. Рыба была не готова к отметанию икры. Поэтому на данный момент вода уже прибывает, вода прогревается, и рыбы найдут свое место, где им отложить свою икру. Многие ульяновцы не только слышали о сбросе воды, но и могут каждый день наблюдать картину обнажившихся берегов Волги с центральной набережной. Естественно, это природное явление. Виноват в этом человек, как всегда. Мы губим природу сами. Я полагаю, ничего хорошего от этого ждать, наверное, не следует. Но дело в том, что уже даже была информация, что чуть вверх по течению от Ульяновска вода опустилась порядка трех метров. Как бы считалось это нормальным. А здесь уровень опустился. Сейчас очень плохо проходит нерест. Во-вторых, уже были случаи, когда корабли садились на мель. И в принципе-то я живу вообще рядом с полгой, и мне видно очень хорошо, как проходят здесь в основном-то баржи. Сейчас нерест идет. Рыба там на мелководье. И икру отложила. Кое-где даже там на стеблях она пропадает, пропадет. Ну, садоводы страдают. Воды нет. Вот я в Красный Яр вчера ездил. Там трубы лежат на песке, да воды не достает. И сразу предложение, понимаете. Подвозим воду полторы тысячи кубометра для полива. Ну, так вот. Негативно скажется. Я думаю, что худше. И сама вода, она не очень чистая. Если ее объем меньше, то она, наверное, еще будет хуже вода. Ну, дождик пройдет. Наверное, добавится вода. Ну, это надо у специалистов спрашивать, конечно. Если рыба начинает метать икру, а вода ушла, то, конечно, меньше поголовью будет. Икра погибнет. Погибла. А с другой стороны говорят, что течение ускорилось. Очищаться, сам очищаться Волга стала. Вот где тут истина. Люди считают, что негативные последствия для природы обязательно будут. Хотя специалисты говорят обратное. Рассудить две стороны поможет только время. Однако не стоит забывать, что в большинстве экологических катастроф повинен сам человек. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова